Окей, в этом видео поговорим про наушники, которые стали актуальнее на сегодняшний день. Это Redmi Buds 3 Pro. И, наверное, из всех наушников Xiaomi, Redmi, именно вот эту модель я готов рекомендовать больше всего, потому что именно она в соотношении цена-качество, на мой взгляд, является более удачной. За свои деньги это очень и очень хорошие наушники с классной автономностью, крутым звуком и даже шумоподавлением. По поводу стоимости, я думаю, что можно ее сразу обозначить. Они продаются, Redmi Buds 3 Pro продаются за 209 белорусских рублей, либо же за 23 рубля в месяц, если покупать их в рассрочку. Такая опция на сегодняшний день имеется, и это очень круто, потому что вы все понимаете, как скачат курс. И мне кажется, что взять сегодня какой-то гаджет в рассрочку, в целом, это очень мудрое решение. Если вдруг заинтересовались, тогда прыгайте по ссылке в описании в интернет-магазине МТС, вы можете приобрести Redmi Buds 3 Pro. В коробке дополнительно три пары сменных амбушюр, всего их четыре вместе с теми, что уже надеты на наушники, кабель питания USB Type-C и руководство пользователя. По своему внешнему виду наушники говорят о том, что они с приставкой Pro, они выглядят хорошо и ощущаются тоже хорошо. Это хоть и пластиковый кейс, но он такой приятный матовый, как будто бы софт-тач, он такой чуть-чуть бархатный, как будто бы. В общем, в руках ощущается хорошо. Крышка кейса посажена на магниты, закрывается с характерным щелчком, для того, чтобы можно это было вот так вот красиво одной рукой сделать. Это тоже надо. Что касается люфта крышки, он, наверное, есть, но такой совсем-совсем незначительный. Остальные элементы, как будто бы выстроились в ряд, это световой индикатор, кнопка для сопряжения с новым устройством и порт USB Type-C. Ну и надо сказать об очевидных плюсах матового корпуса, тоже почему нет, он не собирает отпечатки пальцев и наушники остаются в товарном виде. Выглядят хорошо даже после того, когда вы их в руках покрутили вот так вот с разных сторон, они не собирают жирные отпечатки, они не собирают мелких царапин и даже неохотно собирают грязь. Купить у нас Redmi Buds 3 Pro можно в двух расцветках, в черной и серой. Каждый наушник весит чуть меньше 5 грамм, это, в общем-то, немного. И если вы вынуждены долго пользоваться наушниками, находитесь где-то в дороге, может быть, или в шумном месте, то даже спустя длительное время, можете посмотреть, как они у меня в ушах сидят, даже спустя длительное время уши у вас после данной модели наушников не заболят, это важно. Дизайн конкретно самих наушников это очень субъективная история, мне он нравится, как минимум, потому что наушники выделяются по своему дизайну и не похожи на большинство других наушников. Кому-то этот дизайн может показаться слишком обращающим на себя внимание, слишком ярким, слишком каким-то креативным, может быть. Но здесь, как говорится, на вкус и цвет. Мне, например, нравится, вполне себе неплохо смотрится, по крайней мере, у меня в ушах под мой гардероб они подошли. Что вы думаете насчет дизайна этих наушников, напишите в комментарии, поделитесь мнением, они вам нравятся или вы что-то поменяли бы. Поддерживается два аудиокодека, это SBC и AAC. Что касается звука, он меня удовлетворил практически на 100%. Я бы даже не сказал, что он сильно будет отличаться от каких-нибудь топовых наушников Samsung или Huawei. Единственное, что могло бы быть получше, так это уровень громкости. Но это касается только просмотра фильмов, либо же прослушивания музыки где-то в чрезвычайно шумных местах, типа там самолета может быть или метро. Но, в общем-то, это редкость. В нормальном режиме прослушивания музыки в помещении, на улице мне запаса громкости хватает. Я слушаю не на 100%, может быть на 70-80%. В Redmi Buds 3 Pro есть защита от брызг и пыли, стандарт IPX4. То есть с ними можно заниматься спортом и не бояться того, что вы попадете под дождь, либо же того, что там попадут какие-то капли пота, наушники будут с этим справляться. Доступен здесь и прозрачный режим. Он называется Transparent Mode в версии этих наушников. Не могу сказать, что я этим режимом пользуюсь часто, но в целом хорошо, что он есть. Наверное, кто-то будет считать его полезным. Как правило, прозрачным режимом пользуются люди, которые не хотят доставать наушники из ушей, в то время, когда они общаются с кем-то в реальной жизни. И для того, чтобы слышать собеседника без каких-либо ограничений, можно включить длинным удержанием прозрачный режим и общаться, не доставая наушники из ушей, сэкономив кучу времени, которое вам потом обязательно пригодится. Есть тут и активный шумодав, а вот приложение мобильного для управления этими наушниками, когда вы используете их не со смартфоном Xiaomi, к сожалению, нет. Либо же я его не нашел. Если оно существует, может быть какое-то неофициальное, напишите в комментарии. Я попробую потестировать, возможно, сделаю какие-то дополнения. Управление наушниками осуществляется через тапы и удержание. Двойной тап вставит музыку на паузу и воспроизводит ее, либо же отвечает на входящий звонок. С помощью тройного тапа можно переключиться на следующий трек, либо же сбросить вызов. Если удерживаем длинный тап на наушниках, то включаем режим активного шумоподавления, либо же режим прозрачности. Все это будет работать как на левом, так и на правом наушнике. По времени автономной работы сами Redmi Buds 3 Pro проработают 6 часов. Это без активного шумоподавления. Если включить шумодав, тогда 4 часа. Что касается работы с кейсом, суммарно это 28 часов в обычном режиме прослушивания музыки. Сами наушники зарядятся полностью от 0 до 100% за 2,5 часа. Есть быстрая зарядка и 10 минут зарядки дадут вам целых 3 часа прослушивания музыки. Это без шумодава. Ну и что меня лично очень сильно порадовало, так это наличие беспроводной зарядки. На мой вкус это делает наушники просто очень привлекательными за свои деньги. Купить их в Беларуси можно в интернет-магазине МТС. Они там стоят 209 белорусских рублей на сегодняшний день, либо же 23 рубля в месяц, если покупать их в рассрочку. Такая опция тоже имеется. Всю эту информацию вы можете подробнее изучить по ссылке в описании. Обязательно переходите. Если этот ролик был полезен, тогда ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Я не прощаюсь. Совсем скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok